Ну что, уважаемые зрители, очередной выпуск новостей из тех, что меня заинтересовали лично с Шатшоу 2020 года. Фирма POF, Patriot Ordnance Factory, очень известная фирма-изготовитель ARC. Для тех, у кого есть интерес более глубокий, посмотрите видео у Сергея Тола. У него как раз есть одна из таких. У меня нет. Они выпустили новую винтовку или карабин калибра 308, ROG, модель. Очень интересная вещь теоретически, где они сумели создать на основе сравнительно маленькой ствольной коробки, почти стандартного размера AR-15. И маленького веса, 6 фунтов. Фунт 450 грамм, для тех, кто интересно. Облегчённая винтовка 308 калибра. AR-10, другими словами. Самая лёгкая в своей нише. В этом есть плюс, носить легче. В этом есть минус, отдача больше. Если нет нормальной системы по управлению отдачей. Здесь наверняка всё это будет. Длина 16,5 дюймов. Я не собираюсь переводить американских параметров на метрическую систему. Сами, пожалуйста, если кому интересно. Изначальная цена, которую предлагает изготовитель, 1800 долларов. Для их произведения не так уж и много. Вот как она выглядит. Следующая мелкашка. В этом году очень много мелкашек появилось на рынке. Болтовая мелкашка от фирмы Christensen Arms. Ranger. Егерь, другими словами. 22. Гарантирует меньше минуты попадания на 50 ярдов. Изначальная стоимость 800 долларов. Болтовик, как вы понимаете, явно с нарезами под глушитель. Можно посмотреть на разнообразные фотографии, как эта винтовка выглядит. С нормальным леопольдовским прикладом. Ствол явно специально сделан. Но Christensen, народ, это элитный производитель. Вот как видится в руках человека. Нормальное ложе, нормальный приклад. Чёрный вариант. На снегу. Ну, почему бы и нет. Для тех, кто хочет очень точно стрелять. Из мелкашки. Матчевый ствол. Матчевый УСМ. Что ещё можно сказать? Цена не такая уже высокая, честно говоря. Но вполне для своего уровня нормально. Следующее. Фирма Генри выпустила модель большой парень X. Точнее, три таких модели обновлённых. Как видите, здесь есть окошко для подзарядки сбоку. А не, как у Генри обычно, через магазин. Через магазин тоже можно. Через этот тупчатый магазин. Но теперь можно, как и на изначальном винчестере с Марленом было. Выпустили их в трёх калибрах. 45-й Кольт, 357-38 и 44-й Магнум. Соответственно, 44-й Спешил. Средняя цена будет около 1000 долларов, я подозреваю. Изначально в магазинах может быть долларов 800. 7 патронов, ёмкость магазина. Во всех калибрах. Соответственно, есть нарезы на конце ствола. Для установки глушителя. Теоретически, можно ставить планку Пикатинни. И есть ещё одна планка Пикатинни, наверное, для установки СОшек, я подозреваю. Как они пытаются продать, это получается у нас универсальное оружие. Вот такая вот вещь. Дороговато, конечно, но может быть интересно кому-то. Следующее, меня спрашивали про вот этот пистолет, который у нас инопланетянин из, по-моему, всё-таки Чехии. То ли Чехии, то ли Словакии. Уникальный пистолет на данный момент, теоретически. И уникальная стоимость, 6 тысяч долларов почти. В США будет продаваться фирмой Lancer Systems. Сейчас можно предзакупить. Они появятся весной. Чем он уникален? То, что затвор не весь двигается. Ствол здесь. Вот ствол, видите, ствол низкий. Газоотводная система. И часть затвора отходит. Например, крепление для оптики не отъезжает. Соответственно, создаёт очень интересную ситуацию с точки зрения отдачи. Поднятие ствола всего на 5 градусов. По сравнению с 20, 30 или 15 у разнообразного существующего дотового оружия. Вот такая вот интересная вещь. Что из него будет, кто его знает. Но я подозреваю, что некоторые наверняка себе этот пистолет приобретут. Самое интересное, я так и не понял вообще. Что ещё из него можно добыть? То есть здесь просто информации нету. Можно здесь предзаказать его. Если кто-то имеет достаточную сумму денег для данного оружия. Вот он, видите. Предзаказ. Предзаказ. 2,5 тысячи долларов. Потом ещё 2,5 тысячи долларов надо заплатить. Общая сумма 5 тысяч. Будет всего 500 штук. В первом заказе. 3 магазина по 17 патронов. Возможно будет даже с коллиматором идти. Что я до сих пор не смог понять, это в каком он калибре. Нигде не пишет. Вот не пишет всё тут. Как будто все должны это знать. А сколько может быть обычная девятка? Вот 9 на 19, вот он написан. Наконец-то нашёл в одном единственном месте. Так, следующая новость у нас, соответственно. Фирма BNT. Свой пистолет-пулемёт, который был APC-9. Принятый на вооружение в США, кстати. Выпустили в версии 10-миллиметрового пистолета-пулемёта. Что является довольно-таки редкой вещью в США. Да и вообще на рынке. В данном случае мы видим пистолет. Это не приклад, как вы видите. Это упор. Ну и будет вот такая вот вещь продаваться. За кусающиеся деньги. Безусловно. Но интересно. Посмотрим. Теоретически в апреле 2020 года такая вещь будет на рынке. Кстати, работает от Глоковских магазинов. То есть это для многих будет плюс. Это может быть компаньон к Глоку 20-му. Почему бы и нет? Следующий. У Зигзаура появился новый вариант П-210 для ношения. Более компактный, уменьшенный вариант П-210. Вот по сравнению с его большим братом. Эх. Для любителей. 8 плюс 1 патронов весит 32 унции и 4-дюймовый ствол. Может быть хорошая вещь, но честно говоря, конкурентов у него будет очень-очень много. Вот такие вот новости. Из того, что мне глянулось в данный момент, по-многому нету веб-сайта. Реально говоря, вот кроме TFB, они тут много чего пишут. Как вы видите, и вышел Глок от нескольких компаний, Глоковский пистолет. Например, в данном случае Palmetto State PS99 кинжал. Стоить будет на уровне 300 долларов. Если кому-то интересно, такой вот вариант Глока-19 за гораздо меньшие деньги. Соответственно, новый упор для Калаша от SB Tactical, который ставится на планку Пикатинни. И здесь он, судя по всему, вместе с каким-то из 9-мм калашоидовских пистолетов. Это неинтересно, это неинтересно, мне лично неинтересно. Аэропритижен пистолетные карабины, все их делают. Новые титановые затворные системы, затвор и болт от 2 Armament. Киапа, пистолет, складной Глок очередной, у FN появился Mark 48 пулемет калибра 6,5 кридма. У Сига появился, как вы видели, пулемет 338 норма, но также еще и 6,8 на 51, теоретически будущий армейский калибр. У них в этом тоже появился пулемет. Тандем Кросс сделал набор ложа, приклада и цевья под Ruger PC Ruger PC вариант с нормальной рукояткой, с нормальным изогнутым прикладом, чтобы было удобно. Новое крепление под оптику впереди еще на цевье. Куча-куча замен, всякие кнопки, шмомки, спуски и так далее. Так, что у нас еще? Появился трехствольный Gatling 50-го калибра от фирмы Dune, всякие прицелы, фонарики и глушители от фирмы Shofar для 50-го калибра в том числе, кабуры и разнообразные новые модели калаши, по которым я буду делать отдельное видео, потому что у многих фирм разные вещи появились. Новую прицелительное приспособление, кабот очередной раз. Брауэллс развивает свою серию BRM-180, которая изначально была AR-180 от стонера. Как вы понимаете, там все внутри, поршневая система, поэтому приклады легко можно или упор в данном случае сложить на бок. Не дешево стоит. Говорят, интересная вещь, но я себе такое позволить не могу на данный момент. Усилюю немножко моделей о М-Point новый появился. Вот он слева. Rock River очередной Глок сделал. Фирма Geisle выпустила свой загоник 1.6. Очередные Глоки, шмоки, фонарики, алюминиевые фонарики от фирмы Enforce. Может, кому-то интересно. глушители от разных компаний и так далее. Много чего есть. Я сейчас буду делать очередной ролик чисто с фотографиями под музыку. Посмотрим, чего у меня выйдет. Всякие дульные устройства, патроны. Знаете, вот как-то не бросается ничего в глаза, если честно вам сказать. Вот не бросается. Телефонно управляемый прицел от меня пролгает. С ума сошли. Всякие дополнительные супер-дупер фонарики. Алюминиевые рамки для SIGA P365 и 320. Пожалуйста. Патроны. Монолитные чисто пули от фирмы Norma. Монолитные пули сделаны не из свинца, а из миди. Ночные тепловизоры и так далее. У три джекона вышла целая серия прицелов, как я уже раньше говорил. Куча рамок под SIGA 320 от разнообразных компаний. Ну вот в принципе примерно вот так все дело и было. Появляется много разных калашей. Появляются новые варианты DSA и FAL. Которые я, кстати, себе хочу. Вот тот самый POF пистолет P19, что в принципе является ГЛОКом, если серьезно говорить. Модифицированы ими самими. Компактные SCAR-ы, некомпактные пистолеты и так далее. На сегодня наверное все. Спасибо за внимание. До следующего видео. Субтитры